В региональной федерации профсоюзов открылся музей истории профсоюзного движения Новгородской области. Экспозиция дает возможность увидеть и оценить огромную работу, которая была проведена ветеранами организации. Шары, красная ленточка и почетные гости. Сама идея организации музея Новгородского профсоюзного движения зародилась у Василия Федосова почти сразу же, как он его возглавил, то есть 6 лет назад. Но осуществить ее удалось только сейчас, в преддверии четвертьвекового юбилея Новгородской областной федерации профсоюзов. Нужно было найти помещение, потому что у меня задумка была совершенно другая. Большое помещение, большие такие куски истории, расширить их. Но вот в итоге нужно было с чего-то начинать. И вот после этого, когда освободилось это помещение, мы потихоньку, потихоньку, не знаю, наверное, с кирпича Боровичского огнеупорного завода начали. Экспозиция музея состоит из трех частей. В первом зале можно увидеть экспонаты, отражающие основные этапы становления новгородского профсоюзного движения с древолюционного периода и до 90-х годов прошлого века. Тот музей, который мы сегодня посмотрели, он говорит о том, что то советское прошлое, которое мы порой незаслуженно ругаем, оно вообще очень хорошее. И очень много полезного оттуда можно взять. Во втором зале представлена информация о деятельности Новгородской областной федерации профсоюзов за последние 25 лет. А третья часть экспозиции посвящена ее членским организациям и международному сотрудничеству. Мы сейчас думаем над тем вопросом, как вписать этот музей в обучение нашего актива, в обучение вновь избранных председателей первичных профсоюзных организаций. Потому что не секрет, что иногда попадают и случайные люди, или же которые, приходящие через резерв, мы должны пропустить, чтобы дух истории у них был заложен изначально. Открытие музея является одним из мероприятий, посвященных предстоящему юбилею Новгородской областной федерации профсоюзов, который она отпразднует 10 октября. Алексей Дмитриев, Евгений Васильев. Новости. Новгородское областное телевидение.